С 1 января 2005 года цена электроэнергии для жителей Подмосковья увеличена в среднем на 12,23%. Соответствующее решение принял Энергетический комитет правительства Московской области. Об этом журналистам рассказали представители Солнечногорского центра обслуживания продаж электроэнергии. Основной причиной является повышение тарифов на закупку газа, то есть топлива, которым обеспечиваются электростанции ОАО «Мосэнерго». Помимо газовой составляющей, рост тарифов обусловлен удорожением железнодорожных перевозок, аренды сетей РАО ЕС России и электроэнергии, закупаемой «Мосэнерго» на федеральном оптовом рынке. Кроме того, в последнее время существенно возросли расходы ОАО «Мосэнерго» на развитие новых мощностей. Иными словами, цены на электроэнергию выросли из-за увеличения производственных издержек. И теперь тарифы такие. Для жителей, проживающих в городе, с пользующимися газовыми плитами, тариф составляет рубль 28 копеек. Для жителей сельской местности – 96 копеек за 1 кВт-час. И также для жителей, пользующихся электроплитами, тариф также 96 копеек. Горожане, пользующиеся двухтарифными счетчиками, за электроэнергию, потребленную в ночное время, будут платить 39 копеек за киловатт-час. Сельские жители – 29 копеек. Если взять среднестатистическую семью по Московской области, в среднем в этом году они должны платить 140 рублей за электроэнергию ежемесячно. Это составляет всего 10% от всех оплачиваемых услуг ЖКХ. Для малоимущих категорий граждан и льготников по-прежнему предусмотрены скидки по оплате электроэнергии. Кроме того, руководство Мосэнерго держит слово, данное в прошлом году. Новые тарифы устанавливаются на весь год, изменению подвергаться не будут. Это позволит потребителям более точно спланировать свои затраты. На эти же цели направлена альтернативная система оплаты потребленной электроэнергии. В прошлом году ей пользовалось около 12% абонентов Солнечногорского ЦОП «Энерго». Со следующей недели начнется рассылка жителям конвертов с уже заполненными квитанциями. С суммок оплаты рассчитывается Мосэнерго, исходя из показателей, потребленной абонентом электроэнергии за последние годы. Данные суммируются и вычисляется среднее арифметическое. Если же абонент в этом году потребит меньше или больше обычного, в конце года будет произведен корректирующий платеж.